О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях. Я Екатерина Лысенко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. Извольте отчитаться, кого нардепы зовут на ковер и почему в Раде не хватает голосов для принятия законов. Миллиард от МВФ. Когда деньги упадут на счет и что известно об условиях получения транша. Последствия теракта в питерском метро. Кого подозревают власти России? Верховную Раду, очевидно, ждет череда отчетов. По крайней мере, на то, чтобы вызвать под купол сразу четырех руководителей госведомств в зале нашли голоса. Чего не скажешь о законах, которые часто проваливали. Кто и когда придет на разговор с нардепами и зачем в Раде трибуну блокировали. За продуктивной работой парламента сегодня наблюдала и я. Депутатам голосовать лучше и ходить чаще с такими намерениями. Приходит в Раду Артур Герасимов, новый глава БПП и говорит, что постарается фракцию сплотить в команду. Пока в кулуарах говорят об эффективности, в зале трибуну уже окружили радикалы. Радикалы требуют, чтобы нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и комуслуг, приостановила решение о введении обонплаты. И блокируют в то время, когда тот же регулятор уже принял соответствующее решение. И зал уже успешно проголосовал за то, чтобы вызвать руководителя НКР на ковер. Скорее всего, это такая пиар-складова, но это нормальная деятельность политической силы, как у нее радикальная партия. Мы видим, что парламент работает, проголосовала за то, чтобы вызвать Дмитра Вовка Голлан-Края ЕКП к парламенту. Почуем его позицию и четкие рассчитывания, которые должны довести, что для украинцев после введения этих плат за объединение загальная сумма платежей не должна изменяться. Это четкая позиция депутатов. Нечего было тогда, чтобы голосовать за бюджет теми фракциям, которые сегодня блокируют трибуну и другим, но увеличили тарифы в три раза. Главная проблема была сложена еще два года назад, когда все эти фракции голосовали за бюджет, в котором в три раза увеличили тарифы на газ. Поэтому я считаю, что это лицемирство. Мы не считаем, что блокирование трибуны, когда такой напряженный парламентский день, является правильным решением. Мы не хотим политического пиару. Парламент был выкликан, глава НКРЄ КП Вовк, с метою заслухать его позицию, его звит и, возможно, высловить ему недоверие, инициировать вопрос о его освобождении. Честно говоря, еще мне больно прозвищу этого менеджера, который прийдет, но мне очень важно, чтобы эта людина, на член КРЄ КП, установила реальные рынково обгрунтованные тарифы, чтобы она запроводила абсолютно другую, чем ту, что проводилась последние два года, политика в тарифной сфере. Теперь же, пользуясь тем, что руководство НКРЄ посетит парламент, нардепы намерены выяснить, как нефтегаз цену на голубое топливо формирует. Фактически сегодня торпедуются решения НКРЄ, тих, у кого интересы в цене газа в НАК «Нафтогазе» Украины. То есть это абсолютно действия, которые имеют элементы лобизма, элементы коррупции и всех других вещей. Посмотрите, по квоте какой фракции сегодня руководитель НАК «Нафтогаза» Украины. То есть они сейчас, это Народного фронта, они сейчас охраняют свою водчину, маючи, может, какие-то интересы, они не говорят про цену на газ. 6 тысяч 9 гривен, которая завышена в 5 разов. Сегодня справедливая цена на газ складывает от 1,5 до 2 тысяч гривен. Висновок нашей группы, которая была депутатская, складывалась из экспертов энергоринка. Взагалі тариф должен быть меньше. Никакой посадовец вместе с Вовком не показал, а на чом вообще грунтуется тот тариф, который сегодня платят украинцы. Правда, когда в парламенте будут говорить и об обенплате, и о тарифах, неизвестно. Помимо Вовка, Рада пригласила и руководителей фонда госимущества, и антимонопольного комитета, а также главу НПК. Когда они появятся под куполом, еще неясно. Я не могу технично говорить на кули, потому что мне нужно провести с ними проговоры, чтобы выяснить, кули. Они могут прийти, что они есть в Украине, и что они есть на рабочих местах. Но они тарифами едиными. Помимо политических моментов, у нардепов есть и законодательная работа. А в ложек админа министр инфраструктуры пришел просить обновить дорожный закон. Мы имеем сейчас парадоксальную ситуацию, когда представители транспортной инфекции не могут остановить транспортный засоб, и для этого возглавляют и увлекают силы национальной полиции. Метою этих правок есть наделение представителей транспортной инфекции права остановить транспортный засоб. Изменения зал поддержал, правда, по традиции, со второй попытки. А после утреннего перерыва, отменить который нардепы так и не смогли, из-за отсутствия голосов, в Раде и вовсе не стало депутатов. В БПП опять вспомнили об ответственности, предложив изменить регламент. Поселить ответственность депутатов, которых часто нет ни после перерыва, ни в конце рабочего дня. Пока эта идея только витает в воздухе, да и наказывать самих себя не у многих депутатов есть желание. А посему в полупустом зале они дотянули до второго перерыва, пообещав на вечернем заседании работать продуктивнее. Но и вечером не сложилось. Избранники так и не смогли избрать новый состав счетной палаты. Екатерина Лысенко, Анна Каменева, Владимир Самченко, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. К дискуссии готов. Глава Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных тарифов Дмитрий Вовк заявил, встретиться с депутатами, когда те его позовут. И разъяснил, обонплату за газ пока вводить не будут. Минимум три месяца. Комиссия в понедельник официально утвердит приостановку этого решения, а также проведет дополнительные консультации с Кабмином. Кроме того, Вовк заявил, что это решение разрабатывалось два года и вытекает из закона о рынке газа, который парламент принял в позапрошлом году. И еще раз заверил, украинцы больше платить не станут. Политики, в лапках эксперты, желают политизировать сложные вопросы в энергетике. Наше завдание комиссии – еще раз запевнивать споживачам, что ни одного повышения нет, происходит только разделение рахунков. И вы теперь будете четко знать, что за 87% отвечает уряд, как за цену газа, и за 13% только отвечает национальная комиссия. И для каждого споживача ни одного повышения в результате этого не будет. Реальный источник коррупции и причина высокой цены на газ для потребителей – это сверхзавышенная цена – 6 с лишним гривен за кубометр, которая не имеет ничего общего с реальной себестоимостью газа, добытого в Украине, считают эксперты группы ДФ. Заявление компании появилось на официальном сайте. Эксперты подсчитали, услуги по транспортировке в цене на газ составляют всего около 12% от его общей стоимости и с трудом покрывают затраты газотранспортных компаний. Кстати, по поводу стоимости газа внутренней добычи – того топлива, которое извлекают из украинских недр. Долгое время глава НАК «Нафтогаз» Коболев заявлял, что цена в 50 долларов за 1000 кубометров позволит нарастить добычу собственных ресурсов. Но независимые аудиторы пришли к еще более ошеломляющим выводам. По их расчетам, цена украинского газа не превышает 1305 гривен за 1000 кубов. А с вычетом налогов – чистая. Стоимость газа внутренней добычи – не более 390 гривен. Миллиард от Международного валютного фонда Украина получит до конца недели. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы Нацбанка. Олег Чурий сообщил, что вчера вечером Совет директоров МВФ принял решение о выдаче четвертого транша. Валютный фонд отметил прогресс в стабилизации экономики и обновил прогнозы сотрудничества с Украиной. Следующий, то есть пятый транш, планируют предоставить в конце этого полугодия, подчеркнул Чурий, говорил зам главы Нацбанка, и о сроках выплат по долгам. Украина до конца 2019 года должна выплатить за основной сумой, а также в виде процентов, сумы – это примерно 12,8 миллиардов долларов. Поэтому для Украины край важным и край критичным является продолжение спецпрации с МВФ, чтобы мы могли выполнять наши обязательства относительно внешних запозичений. Масштабная пенсионная реформа, открытый рынок земли, выборочное субсидирование для граждан, право самостоятельной прослушки граждан НАБУ и признание трех миллиардов долларов долга перед Россией. Все это условия получения кредита от МВФ, о которых говорят нардепы. Одни расценивают сотрудничество с фондом как необходимую помощь, другие называют его антинародным. Вчера было принято позитивное решение о выделении черного транса МВФ. Мы понимаем, что эти деньги пойдут на поддержку национальной валюты. Мы получили решение от МВФ относительно дать Украине следующего транса в рамках программы співработка между Украиной и МВФ. Это очень важная вещь, и я считаю, это успехи Валерии Гонтарьевой в том числе. Они хотят увеличивать век выхода на пенсию, они хотят скорочевать тотально охрану здоровья и освяты в нашей стране, и за счет этого сбалансировать бюджет. Преступление, которое совершает МВФ, это создание новой голубой коалиции в парламенте из радикалов Ляшка, Народного фронта и блока Петра Порошенко. У них есть одна ключевая задача, к которой они шли последние 25 лет забрать украинскую землю. Я думаю, что это уже скоро у нас национальным святом, когда дадут очередной кредит. До этого мы уже идем. На самом деле, нужно знать условия отрождения кредита, потому что дьяволы, кто говорит, в деталях, и поэтому очень важно знать, на каких условиях отрождения этот кредит. Я думаю, что сейчас, когда МВФ принял решение, а у них по закону неможливо опубликовать меморандум, открыть доступ, пока нет решения, и поэтому сегодня мы увидим, что заклав уряд за этот кредит. Инфляция в Украине в этом году может достичь 10%. Такой прогноз обнародовал Всемирный банк в последнем экономическом обзоре. Напомню ранее, Всемирный банк прогнозировал рост цен на уровне 8,5%. Как объяснила ведущий экономист финансовой организации Анастасия Головач, изменение прогноза связано с увеличением минимальной заработной платы. При этом специалист отметила, что улучшить этот показатель можно ускорением реформ. Реформы необходимы именно сейчас, оскільки отновление макроэкономической равновеси критичным. Прискорение темпов экономического увеличения в среднестроковой перспективе до 4% может помогать сделать это увеличение отчетным для украинцев. Таким образом, чтобы показатели вредности начали наконец-то сниживаться. Жизнь более 5000 украинцев, страдающих почечной недостаточностью под угрозой. В стране заканчиваются препараты для проведения гемодиализа, а торги по выбору поставщика заблокированы. Все из-за нечестных фирм, которые врачи обвиняют в коррупции. Для кого ценевые схемы дороже? Тысячи жизней. Материалы наших корреспондентов. Тернопольчанин Юрий уже 20 лет страдает почечной недостаточностью. Но если раньше жил на таблетках, три года назад почки и вовсе отказали. Теперь его жизнь зависит от гемодиализа. Три раза в тиждень, по 4 годы, я могу ходить на процедуру, дзву диализатор, их нигде не можно купить, их в аптеке нет. Их только привозят за кордон, в фирме, дистрибьюторы, постачают. Таких пациентов в стране больше 5000. Регулярно препараты для них закупают на государственном уровне через тендеры. Последние месяцы торги заблокированы. Главврач Тернопольской университетской больницы, где лечится Юрий, попросту разводит руками. Говорит, материалов осталось всего на несколько дней. У нас на облику 180 пациентов, которые получают лечение программным гемодиализом. На сегодняшний день, сегодня 4 квитня, расходных материалов у нас осталось до 8 квитня. 9 квитня мы проводим процедуру гемодиализа, пациентам нет. Все дело из-за жалобы одного из поставщиков, фирмы Медикал Групп, говорит врач. Компания не предоставила больницам экземпляры препаратов, из-за этого фирму исключили из тендера. Однако там решили подать жалобу, и торги остановили. Есть большие сомнения в том, что она вообще имеет эту продукцию, потому что она в своих заявках давала номенклатуру, которая есть властью других компаний. Это уже не первый скандал, связанный с компанией Медикал Групп. Фирма не раз становилась победителем крупных тендеров еще во времена Януковича. А по данным СМИ, два года назад против предприятия было открыто уголовное дело за продажу фальсифицированных медпрепаратов. Тогда оказалось, что фирма делала сборки для гемодиализа из дешевых расходных материалов, купленных в Египте и Китае. Предприятие также заявляло о дистрибуции продукции крупнейшего японского производителя НИПРО. Однако вот документ, полученный медиками, где говорится о том, что это ложь. Президент Всеукраинского Совета защиты прав и безопасности пациентов уверен, кто-то попросту пытается заработать на тендере. Два проблемы, просто катастрофические проблемы. Это то, что вообще потребность в гемодиализе задовольняется на 20-30% в некоторых областях, еще меньше. Пациенты, страдающие почечной недостаточностью, уже обратились и к президенту, и в правительство, и в антимонопольный комитет. Однако пока что реакции никакой, а торги так и не возобновили. Что делать дальше, врачи попросту не знают. Для наших пациентов это загрожает тем, что мы с 8 числа, с 6 числа, а если торги не будут разрушены, они загрожают просто смертью. Жалобу медикал-групп должны рассмотреть 6 числа в антимонопольном комитете. И если тендер не проведут, это может обратиться трагедией. Затем прислушается ли АМКУ к врачам и больным, или опять встанет на сторону медикал-групп и лишит права на жизнь 180 человек. Мы будем следить. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. О перспективах развития сферы здравоохранения в Украине говорили сегодня представители Украинского Минздрава, общественность и Нардепы. Запуск программы «Доступное лекарство» наконец изменит печальную тенденцию в Украине на позитивную, заявил премьер Владимир Гройсман. Глава правительства отметил, необходимо инвестировать в конкретные услуги и пациента, а не в стены и кровати. Мы уже сегодня имеем полную систему, которая начинает свою работу. Хочу заповнить все аптечные мережи, что уряд будет очень вчасно и качественно компенсировать вартость леков, а украинцев заповнить в том, что программа, которая начала, она носит абсолютно системный характер. Будь ласка, користуйтесь, отримайте по призначению лекаря безкоштовные лекарства и будьте здоровы. Вернуть рабочие места и отобранное оборудование. Возле парламента сегодня митинговали рабочие газовых заправок. Из-за массового демонтажа таких ГЗС в столице без работы остались сотни людей. Они требуют вернуть им рабочие места, а местную власть обязать принять план установки подобных станций. Участники акции уверены, за этим стоят крупные сети автозаправок, которые пытаются вытеснить с рынка мелких предпринимателей с целью повышения цены на газ. Нас закрывают, лишают у нас заработные платы и рабочие места. Приехали, забрали нормального модуля и все, и мы остались без работы. Низка олігархических компаний змовилася з місцевою владой в місті Киеве и сьогодні намагаются знести, фактично викрасти заправленные станции, которые размещены по всему Киеву. С ними будет установлена полная монополия, сначала в Киеве, потом по всей Украине. И таким чином в суперчинному антимонопольному законодавству подвищено в разы цены на скрабленный газ. Сегодня в Киеве второй день семинаров по защите прав журналистов и свободы слова. Их проведение – инициатива Украинского представительства Совета Европы и Европейской Федерации журналистов во главе с генсекретарем Рикардо Гутиеросом. На семинарах обсуждали самые резонансные и до сих пор нерасследованные дела, например, убийство журналиста Вячеслава Еремея, Александра Кучинского и Павла Шеремета. Особое внимание уделили поджогу нашей новостейной студии. По словам международных представителей, только объединившись с международным сообществом, Украина сможет достичь результата в обеспечении прав журналистов. Европы и все правозахисные организации, журналисты, они действительно держат на контроле и они змушают ответить, ответить и ответить украинскую владу про прогресс. Поэтому я думаю, что это общий тиск, который должен быть. Напомню, 4 сентября прошлого года, ровно 7 месяцев назад, неизвестные в масках ворвались в здание новостейной студии подробностей, напали на охрану, а затем подожгли офис изнутри. Сотрудникам пришлось спасаться от огня на крыше, откуда людей снимали спасатели. В результате полицейские задержали нескольких нападавших, однако вскоре их почему-то отпустили. Согласно расследованию оппозиционного блока и в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось опознать нескольких нападавших и организаторов поджога. Все это мы предоставили МВД, но до сих пор никакой реакции не последовало. Более того, полиция расследует дело как хулиганство, хотя СБУ квалифицировало нападение на офис подробностей как теракт. Защиту Дениса Вороненкова и его семьи обеспечивали сотрудники управления разведки. Они профессиональные охранники. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ресурс «Цензор.нет». Спецслужбы не были готовы к внезапному нападению на экс-депутата Российской Госдумы, поэтому и не смогли защитить вопреки хорошей боевой подготовке бойцов ГУРа. И это учитывая, что Вороненков не ввел затворнический образ жизни. А вот навести убийцу на депутата мог его московский водитель Владислав Тихонькин, с которым Денис Вороненков встречался как раз перед своей смертью. Источники считают, Тихонькин мог быть завербован ФСБ. Латвия поддерживает продление санкций против России до полного восстановления территориальной целостности Украины. А потом сегодня заявил президент республики на встрече с Петром Порошенко, который прибыл в Латвию с официальным визитом. Президент назвал Латвийскую республику эффективным защитником позиции Украины в ЕС. В ответ Раймонд Свийонис заверил, что Рига готова поделиться с Киевом опытом во внедрении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз. Также стороны призвали мир ужесточить санкции против России в случае эскалации. Сегодня наш главный выклад – это агрессивная политика Российской Федерации. Российской агрессии мы можем противостоять, только объединяя усилия. Украина и Латвии, Украина и Европейского Союза, Украина и Трансатлантического партнерства. За годы проведения АТО импорт из России в Украину азотных удобрений вырос в полтора раза. В общей сложности за три года конфликта российские предприятия заработали на украинских фермерах более полумиллиарда долларов. И все это не без помощи Народного фронта. Напомню, в 2014-м правительство яйценика решило, что выгоднее закупать карбамид и аммиачную селитру именно в России. И лишь в конце 2016-го по требованию украинских производителей удобрений межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на российский импорт. Однако, буквально сразу же, комиссия заблокировала собственное решение. Эксперты считают, в настоящее время Россия практически полностью захватила украинский рынок минудобрений. Жаркое перемирие в АТО. Похоже, недавние минские договоренности для боевиков – пустой звук. За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Еще пятеро получили тяжелые ранения. Наемники поливают огнем наши позиции чуть ли не круглосуточно. Самыми напряженными направлениями по-прежнему остаются Мариупольская и Донецкая. Станислав Кухарчук продолжит. Грохот металла и завывание ветра. В Авдеевской промзоне не поют даже птицы. На этой опаленной войной земле им просто негде селиться. В округе ни одного уцелевшего дерева. Привычные позиционные боевые действия теперь стали ожесточенными уличными. Здесь, в Авдеевской промзоне, прогуляться вольготно, как, например, по Крещатику вряд ли удастся. Дистанция до противника всего 30-50 метров. Да плюс еще и перемирие, которое абсолютно не действует. Замкомандира 72-й Белоцерковской бригады показывает осколки от града. Говорит, тяжелые бои за промку пока позади. Теперь нашим бойцам нужно пережить это коварное перемирие. Видать, это по их минским договоренностям это разрешенное. Я не в курсе, в принципе, по нашим запрещенное. А у них, видать, это норма. Перемирия здесь не было ни первого, ни второго, ни третьего апреля. Даже сегодня ночью боевики накрывали позиции бригады из минометов. За вчерашний день в подразделении один боец ранен, двое погибли. Вот она, цена перемирия, рассказывает Олег. Минометный обстрел, осколок, сонная артерия, смерть. День за днем боевики монотонно превращают бывшую промзону в груду развалин. Но там, где не выдерживает бетон, выдерживают люди. Руслан совсем недавно вернулся на передовую из госпиталя. За два года войны у парня три тяжелых контузии. Две получил на промке. Но отсюда готов идти только вперед. Фу, си все, си все, си все, си все наши. Сколько еще завышалось? Ну, все никому неизвестно. Пользуясь короткими минутами затишья, кто-то куховарит, кто-то занимается нехитрыми бытовыми делами. Ближе к полудню промзона снова оживает. На соседнем фланге боевики решили проверить нашу оборону. Работает. Чужаки, да. Сепаратисты работают. Чуть по звуку даже. Похоже, этот стрелковый бой был сегодня не последним. К 7 часам вечера наемники более 20 раз накрывали украинские позиции плотным огнем. В рядах наших защитников трое раненых. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности телеканал Интер. Ситуацию на Донбассе сегодня по телефону обсуждали лидеры Германии, Франции и России. Стороны согласились, что в регионе необходимо обеспечить устойчивый режим прекращения огня. Также участники разговора договорились продолжить контакты в нормандском формате. В частности, 6 апреля пройдут консультации помощников. Отменить военный призыв для жителей оккупированного Крыма требуют в украинском МИДе. Сегодня министерство выразило протест России. Жители полуострова уже два года призывают в российскую армию и служат они на территории Крыма. Но с этой весны в России решили направлять призывников с оккупированного полуострова в разные регионы федерации. Мы привернули увагу, что Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 19 грудня 2016 года Россия визнана государством оккупантом и должна обеспечить выполнение своих обязанностей согласно международным гуманитарным правом и международным механизмом защитного права человека. В этом контексте нам также была вислана вимога скасовать призыв на военную службу граждан, которые проживают на тимчасово оккупированной территории Крыма, а также обеспечить неухильное дотримание российской страны своих международных обязанностей. 14 человек погибли, еще 50 остаются в больницах. Таковы последние данные о пострадавших во время теракта в Санкт-Петербурге. Между тем, российские следователи уже объявили, что знают, кто именно организовал теракт. Все подробности далее в сюжете. Санкт-Петербург, станция метро «Сенная площадь». Сегодня с самого утра сюда идут люди. К месту трагедии они приносят цветы. Вся прилегающая территория оцеплена. Повсюду машины МЧС, полиции и скорой помощи. Первое интервью для прессы после случившегося дал и машинист взорвавшегося электропоезда. Устройство сработало, когда состав еще был в тоннеле. На станцию вагон прибыл уже в покорежном состоянии. Паники не было. Поверьте, когда открыли первый вагон, все пассажиры просто стояли и объясняли хором. Фотографии предполагаемого террориста некоторые российские СМИ опубликовали накануне. И почти сразу же человек, попавший в объектив, пришел в полицию сам. Это по информации журналистов русский, принявший ислам. Зовут Андрей. Он из Башкирии, прежде служил в Чечне. После допроса его без предъявления обвинений отпустили. Уже во второй половине дня Следственный комитет распространил заявление. Смертникам, организовавшим взрыв, следователи считают уроженца киргизского города Ош, Акбаржона Джалилова. Эксперты якобы обнаружили его генетические следы на сумке со взрывным устройством. На родине Джалилова, в Оше, спецслужбы уже допросили его родственников. Известно, что молодой человек давно переехал в Россию и даже сменил гражданство. Тут весь день были обыски, его родственников допрашивали, а вообще семья у парня хорошая. Был ли предполагаемый террорист сторонникам исламистов, пока не сообщается. Но на пресс-конференции в МИДе России журналисты все же задали такой вопрос. Сергея Лаврова попросили связать военную операцию в Сирии с возможной местью боевиков. Связи главный дипломат не видит никакой. Месть России за нашу политику в Сирии цинично, подло, наверное, больше даже не буду пытаться охарактеризовать такие утверждения. Станция Синай-площадь сегодня снова не принимала пассажиров. Около 12 часов дня в полицию поступил анонимный звонок. Неизвестный сообщил, что место, где вчера произошел взрыв, опять заминировано. Информацию о наличии нового взрывного устройства правоохранительные органы в итоге не подтвердили. Ирина Иванова, подробности в телеканал Интер. В режиме усиленной безопасности работает киевская подземка. По словам начальника главного управления полиции в Киеве Андрея Крищенко, в столичном метрополитене проходят дополнительные осмотры станции и вагонов, работают кинологи и правоохранители. Однако все это не имеет отношения к теракту в Санкт-Петербурге. Андрей Крищенко связал усиление мир безопасности с предыдущим Евробедением. Усилили меры безопасности и в Харьковском метрополитене. Нести дежурство будут 300 полицейских по 10 человек на каждой станции. Возле выхода в метро и на прилегающей территории будут работать автопатрули. При необходимости готовы подключить кинологов, у пассажиров метрополитена будут проверять документы, подозрительные чемоданы и пакеты. Жители Харькова попросили относиться к этому с пониманием, а при обнаружении подозрительных предметов звонит 102. Большая просьба у меня гражданам нашего города, при обнаружении каких-либо подозрительных объектов в метро или прилегающих территориях, немедленно обращайтесь к работникам полиции или обслуживающим персоналу станции. Заранее хочу обратиться к вам с просьбой, с пониманием отнестись к действиям работников полиции, так как эти меры направлены прежде всего для безопасности наших граждан. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Дорога втридорого. Сколько в Ужгороде лишних денег закатали в асфальт. Тендерные махинации, почем нынче в Николаеве, обслуживание горшков с цветами. Без США, как ООН, будет выживать без американских денег? В Киеве неизвестные разграбили вечный огонь у могилы неизвестного солдата. Кражу обнаружили коммунальщики. Памятник лишился бронзовых лучей в самом центре композиции. Среди рассматриваемых правоохранителями версии преступления вандализм или кража ценного металла для сдачи в лом. Поиском злоумышленников занимается полиция. Восстановить мемориал за средства партии уже пообещал оппозиционный блок. Об этом сообщают на официальном сайте Политсилы. В АП-блоке считают надругательство над памятником следствие политики нынешней власти, которая пытается предать забвению подвиг украинского народа во Второй мировой войне. Оппозиционеры требуют как можно быстрее найти виновных и обеспечить охрану мемориала. По-прежнему в своем кресле обвиняемый во взяточничестве экс-ректор Национального авиационного университета Владимир Харченко оставил за собой должность и все. Из-за казуистики в уголовно-процессуальном кодексе объяснили в специальной антикоррупционной прокуратуре. Дважды, пока шло следствие, его отстраняли от должности, но сейчас прокурорам попросту некуда обращаться. Дело зависло между двумя судами. Напомню, летом прошлого года исполняющего тогда обязанность директора НАУ Владимира Харченко и его адвокаты задержали сотрудники СБУ во время получения части взятки в 100 тысяч евро. Сам Харченко комментировать нам свое восстановление на работе и обвинения отказался. На теперешний час законом не передбачено возможности инициирования этого вопроса, потому что не призначен склад суду, который может вырешить это вопрос. Поэтому никому подать циклопытание. Перед тем, кто повиновен, вырешите эти вопросы. Мы это вопрос порушили. Направили ответственный лист на адресу министра освятия науки Украины, но на теперешний час пока что мы ответы не получили. Не водка, а освежитель. В Днепре на скамье подсудимых оказался первый зампрокурора области Роман Сосков по обвинению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Как выяснилось на судебном заседании, 26 февраля Романа Соскова патрульно останавливали дважды. Первый раз за неправильную парковку, второй для проверки документов. При осмотре машины полицейские заподозрили, что водитель пьян. Драггер показал 0,66 промилле. Но зампрокурора убедил судью, на результат анализа повлиял освежитель дыхания. Правда, оправдательный приговор пока в силу не вступил, поэтому первый зампрокурора области все еще отстранен от своих обязанностей. У него был ризкий запах спорожжения рота и алкоголя. То есть мы и выявили. Все действия были сделаны относительно установленных законодательных актов. Я не перебывал в состоянии алкогольного исполнения. Про что сразу сообщил после огляда работникам полиции. Вчасно отведал наркологический диспансер, прошел медицинский огляд. Прокуратура Киевской области направила дело мэра Выжгорода Алексея Момота в суд. Напомню, чиновника и его двух сообщников обвиняют в вымогательстве 300 тысяч долларов и помещение площадью 4 тысячи квадратных метров у представителя строительной фирмы. По данным прокуратуры, их вина доказана следствием. Рассматривать дело будут в Выжгороде. Но в прокуратуре сообщили, будут ходатайствовать о перенесении процесса в один из столичных судов, чтобы избежать давления со стороны обвиняемых. Дату первого заседания по существу назначат в ближайшие дни. В справе есть три фигуранта. Семьям оглашено подозрение за статей 368. Санкции данной статей предотвращают покарание до 12 лет по избавлению воли, а также заборону заниматься в определенной деятельности или заниматься в определенной посадке сроками до 3 лет, а также с обязательной конфискацией майна. Дорогие дороги! Ужгородские активисты подсчитали, что в прошлом году за ремонт дорог заплатили двойную цену из городского бюджета. 43 миллиона гривен выделили фирмам без проведения тендеров и не используя систему Прозора. Марина Коваль продолжит. Улица Победы в Ужгороде лишь на карте один объект. А вот чиновники мэрии ее взяли и разделили на две части. И таким хитрым способом сумели обойти тендерное законодательство и заплатить за ремонт дороги почти 3 миллиона бюджетных гривен без проведения открытых торгов. Активисты подсчитали, когда Ужгородская мэрия проводила тендеры через систему Прозора, бюджетные траты удавалось сократить до 50%. Чем же руководствовались в Горсовете, выбирая подрядчиков для ремонта дорог, вообще загадка. Обе фирмы сомнительные. У одной уставной капитал 154 гривни, у другой среди видов деятельности ремонта дорог нет вообще. В большинстве случаев департамент выбирал в ручном режиме фирмы. Если, например, эта фирма сделала не качественные работы, а они были не качественные, то максимум, что может сделать Ужгородская мэрия, это стягнуть с ней 154 гривни. Она провела работы на несколько десятков миллионов гривен. Мы попробовали узнать у подрядчиков, как же они сумели получить заказ на 3 миллиона гривен, хотя по документам не занимаются ремонтом дорог. И вот, что нам ответили. Телефон другой фирмы с уставным капиталом в 154 гривни вообще не отвечает. Из мэрии прислали письменный ответ, мол, ничего не нарушали, ведь до августа 2016 года использовать систему Прозора было необязательно. А вот в прокуратуре засомневались, все ли чисто с ремонтом дорог в Ужгороде и открыли 4 уголовных производства по факту финансовых злоупотреблений чиновниками горсовета. Накануне мы рассказывали, как мэр Ужгорода поощряет своих подчиненных. Выписал премию руководителю департамента городского хозяйства в размере 7 окладов. Кстати, ремонт дорог в Горсовете курирует именно этот департамент. Марина Ковадюри-Ковалев, подробности, телеканал Интер, Ужгород. Почти 400 тысяч гривен за уборку тротуаров на двух городских мостах. Именно в такую сумму оценил департамент ЖГХ Николаева услуги уборщиков. А затем эти же очистители выиграли тендер на обслуживание горшков с цветами на 200 тысяч гривен. Почему цифры чиновников и журналистов не сходятся? Кирилл Ющишин подробнее. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета провел два тендера, победителем которых стала частный предприниматель из соседнего Вознесенска Ирина Бутук. В начале торги привлекли внимание общественности тем, как стремительно падала цена. Например, чиновники объявили тендер на обслуживание горшков с цветами на сумму 800 тысяч гривен. В процессе аукциона подрядчики перебивают друг друга, снизили ее до 200 тысяч гривен. Это в четыре раза дешевле. Он выиграл по цене, мы обязаны с ним заключить договор. Соответственно, это и было сделано. Но это уже, скажем так, вопросы этого участника, подрядчика, который выигрывает тендер, как он за эту сумму будет работать. Изучив документацию, аналитики выяснили, что даже 200 тысяч гривен – это завышенная по некоторым позициям в 10 раз цена за услуги. Google в помощь дает нам стоимость. То есть это как минимум в 10 раз меньше, чем в 10. Тут есть другое растение, допустим, в 4 раза, как бы отличается по цене от того, что есть в техническом задании. То есть в любом случае, даже после сокращения цены в 4 раза, то есть предприниматель там нормально работает, зарабатывает только на продаже, условно говоря, от растений. Мы копнули глубже и оказалось, цветочки за 200 тысяч гривен подрядчик должен высадить всего в 110 вазонах. И время от времени их поливать. Получается по 1800 гривен за один горшок. Хотя на самом дорогом цветочном рынке Николаева подобная петуния стоит всего 200 гривен. Победу на втором тендере чиновники обеспечили тому же частному предпринимателю. За почти 400 тысяч гривен она обязалась подметать тротуары мостов. В департаменте нас заверили – качество уборки контролируют регулярно. Убирается по понедельникам и по пятницам по графику. Естественно, наш представитель, который курирует это направление, выезжает с составлением актов. Вот такие у нас акты есть. Вначале, конечно, было неурядицей, не получалось у них. Сейчас пока убирают. В Николаеве всего два моста. И вот в каком плачевном состоянии тротуары. Хотя, по словам чиновников, еще вчера здесь убирали. Мы пересчитали сумму, которая требуется на запланированные работы. Получается, подмести один километр тротуара стоит 1300 гривен. Каждый месяц такая уборка обходится городскому бюджету в 31 тысячу гривен. За эти деньги можно было нанять семь дворников с минимальной зарплатой. Мы связались с подрядчиком, который выиграл оба тендера, но с нами наотрез отказались общаться. В департаменте ЖКХ нас заверили не по одному из тендеров. Деньги еще не перечисляли, так как акты выполненных работ не подписаны. Поэтому у правоохранителей есть время перепроверить такое странное ценообразование. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаев. Причиной пожара на мусорном полигоне в Новоявровске, в 60 километрах от Львова, мог стать умышленный поджог. Пламя охватило площадь в 3000 квадратных метров. Для тушения задействовали 8 машин спецтехники. Ликвидировать пожар удалось только спустя сутки, сегодня утром. Одна из версий – это перекидание полумя от загорания сухой травы, которая находится рядом. Другая версия – это подпал данного смертезвалища. Подпал мог случиться, как свободно, так и не свободно. То есть, любой оставший недопалок в такую жаркую погоду мог спричинить саме такую пожару. Три мешка необработанного янтаря общим весом более 100 килограммов обнаружили патрульные при осмотре микроавтобуса, который остановили на трассе Ривны-Луцк. Автомобилем управлял 27-летний житель Березновского района. Перевозчику инкриминируют 198-ю статью Уголовного кодекса «Приобретение или реализация имущества, добытого заведомо преступным путем». В Управлении защиты экономики Ривненской области уже подсчитали стоимость груза. Консульства Польши в Украине снова открылись. Работу диппредставительства возобновили после того, как на прошлой неделе в Луцке неизвестные выстрелили в здание консульства из гранатомета. Тогда польская сторона настаивала на усилении охраны своих дипломатических миссий. Сегодня Медпольша распространил заявление, в котором указывает, что Киев выполнил необходимые требования по безопасности. ООН на голодном пайке. Госдепартамент США официально объявил, прекращают финансировать одно из подразделений организации, и это только начало. Как объединенные нации продержатся без американских денег, и куда их спустит Дональд Трамп? Дмитрий Ановченко об этом подробнее. Каждый пятый доллар в бюджете ООН давала Америка, только на расходы перечисляя миллиард 200 миллионов. Порядка 8 миллиардов в год стоят миротворческие операции, и Штаты оплачивали их на треть. Не говоря уже о деятельности многочисленных международных агентств, того же МАГАТЭ или Всемирной Организации Здравоохранения, третья часть бюджета которых тоже американские взносы. И вот теперь всю эту систему команда Трампа намерена поломать, сократив финансирование Организации Объединенных Наций, только вдумайтесь, на 40%. Есть уже и первая ласточка, фонд народонаселения ООН с этого момента не получит от Америки больше ни цента на подходе сокращение финансирования глобальной программы ООН по изменениям климата. Ее в новой администрации тоже считают абсолютно бесполезной. Куда пустят эти деньги, понятно, отдадут армии. В бюджете следующего года президент Трамп намерен выделить военным почти 640 миллиардов долларов. На 52 миллиарда больше, чем предшественники. Эти средства с девятью нулями откуда-то нужно взять, вот Белый дом и посадит на голодный паёк мировых чиновников. Тем более, что три четверти бюджета ООН в последнее время уходит не на помощь беднейшим странам мира, а на зарплаты. Сказать, что в Организации Объединенных Наций глубоко обеспокоены, значит не сказать ничего. Без денег от главного спонсора им придется очень и очень непросто. Тем более, что по сути Вашингтон ни наказать, ни порицать нельзя. Ведь взносы в ООН дело добровольное. И все разговоры о том, что Соединенные Штаты якобы лишат права голоса на генассамблее, так и останутся разговорами. А вот дипломаты, с которыми я говорил сегодня, поясняют, не все так просто. И причины происходящего на самом деле две. С одной стороны, у Америки появляется вполне законный способ влиять на ООН. Если организация пойдет навстречу, скажем по поводу Израиля и оккупированных территорий, глядишь, Штаты и расщедрятся, увеличат бюджет. Нет, значит пересмотрят финансирование опять. С другой, Трамп бизнесмен. А такие люди не станут платить за вещи, которые не нужны. И Штаты могут начать финансировать только Совбез и генассамблею, но не остальные фонды. И как в случае с НАТО, где за безопасность Дональд Трамп хочет заставить раскошелиться союзников по Альянсу, за большую политику он тоже больше не намерен платить в одиночку. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Скала раздора. Великобритания на пути из ЕС может потерять Гибралтар. Станет ли маленькая территория разменной монетой в переговорах с Евросоюзом? И почему некоторые политики заговорили о войне? Оксана Кундеренко расскажет. Крошечная полоска суши на стратегически важном проливе между Средиземным морем и Атлантикой. Скала с населением 30 тысяч человек. Место, где пиво продают пинтами в пабах, где ходит фунт стерлингов, а звонят из красных телефонных будок. Великобритания может потерять Гибралтар, на который давно претендует Испания. Ходят упорные слухи, что испанцы наложат вето на любые торговые соглашения Британии с ЕС, пока не получат желаемого. И Гибралтар превратится в разменную монету. Эти слухи и заставили политиков заикнуться о войне. Дескать, бывали уже прецеденты в истории, например, Фолклэндские острова. 35 лет назад женщина-премьер направила войска на другой конец мира, чтобы защитить свободу одной маленькой группы британцев от одной испаноязычной страны. И я абсолютно уверен, что нынешний премьер готова постоять за Гибралтар. Даже британский министр обороны лично пообещал в беде своих не бросать. Мы позаботимся о Гибралтаре и защитим его, так как никто не вправе оспаривать суверенитет Гибралтара. Испанцы ответили эмоционально, но не по сути. Так не ясно, какие коварные планы они вынашивают в отношении Гибралтара. Вспоминать такие эпизоды, как Фолклэнды, это уже слишком. Думаю, кое-кто в Британии вышел из себя без всяких на то причин. Дипломаты попытались смягчить тон дискуссий и напомнить, что в Евросоюзе все-таки мир... Позиция правительства ясна. Гибралтар – британский суверен. И это никогда не изменится, если того не захотят сами граждане Гибралтара. Только им это решать. Высказались и чиновники Гибралтара. К единой Европе они присоединяться не хотят и не намерены быть предметом торга. Из-за своего географического расположения территория критически зависима от Европы, с которой никто не желает ссориться, даже премьер Тереза Мэй. Мы сконцентрируемся на переговорах о выгодном торговом соглашении, о будущем сотрудничестве Европы с Британией и Гибралтаром. Мы тесно общаемся с правительством Гибралтара и уверенно, получим в итоге наилучший результат. Граждане Гибралтара дважды высказывались на референдумах за то, чтобы быть частью Соединенного Королевства, но также хотели остаться в ЕС. Получится ли у них усидеть на двух стульях или клочок суши, окруженный морями, слишком важен для гигантов, которые уже когда-то сражались за скалу? Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. На что Дональд Трамп потратил президентскую зарплату, за какую сумму ушел с молотка самый крупный розовый бриллиант и как в Европе будут использовать роботов? Об этом не только в нашем международном обзоре. Самый большой в мире розовый бриллиант ушел с молотка за рекордные 71 миллион 200 тысяч долларов на аукционе Сотбис в Гонконге. Это не первая попытка продать розовую звезду. Три года назад на Женевском аукционе за 60-кратный бриллиант собирались выручить 83 миллиона долларов. Правда, потом покупатель передумал. Новый владелец драгоценного камня – ювелир из Гонконга. Президент США Дональд Трамп отдал свою квартальную зарплату американским паркам. Почти 78 с половиной тысяч долларов поступят в распоряжение службы национальных парков США. В ее ведении также находятся сотни исторических парков и мемориальных мест. Пожертвования Трампа планируют потратить на реконструкцию 25 мест исторических битв. Вокруг света за 80 дней на велосипеде. Новый мировой рекорд планирует установить британский велосипедист Марк Бомон. В кругосветное велопутешествие он отправится 2 июля из Парижа. Чтобы преодолеть расстояние в 30 тысяч километров за такой короткий срок, ему придется крутить педали каждый день по 16 часов. Предыдущий рекорд установил спортсмен из Новой Зеландии, который два года назад объехал вокруг света на велосипеде за 123 дня. Почувствовать себя Гулливером предлагают в Нью-Йорке. На площади Таймсквер открыли самый большой в мире комплекс миниатюр. Архитектурные мировые шедевры в уменьшенном варианте заняли почти 4,5 тысячи квадратных метров. Над мини Стоунхенджем, Тадж-Махалом, Лондонским мостом и Эйфелевой башней трудились более 600 умельцев со всего мира. Посетители аттракциона также смогут создать свою миниатюрную модель с помощью 3D-принтера и установить ее в любимом месте на Земле. В Европе пиццу будут развозить роботы. Проект запустила лондонская компания Starship Technologies. Шестиколесные механические курьеры оснастят автоматической системой управления. Они смогут автономно передвигаться по пешеходным дорожкам со скоростью 6 км в час. За раз такой робот сможет доставить 18 кг пиццы. Клиент, чтобы получить свой заказ, должен будет открыть специальный отсек у робота с помощью кода, который ему пришлют на мобильный. Больше новостей на нашем сайте, подробности в ЮЭЙ. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова